Несколько лет назад в медиасреде появился образ ватника. Его внедрили из-за рубежа, чтобы показать русского человека в негативном, неполноценном ключе. Дескать, он алкоголик, гомофоб и антизападник. А что такое ватник на самом деле, молодежь уже и не знает, говорят члены поискового объединения наследия. Между тем его вполне можно приравнять к оружию победы. Слово это, как и сам ватник, поверх которого полагалась еще и шинель, достойно уважения. Ведь ватник грел и спасал. Как ты себя чувствуешь ватника? Ну вообще, в принципе, если бы я полностью оделся бы, всю поддевку одел, было бы достаточно тепло. Не хватает, конечно, рукавиц специальных, особенно очень удобно, когда правая рука трехпалая, они очень теплые получаются. Рукавицы. Сапоги, конечно, немножко промораживает, но не хватает тоже портянок. Были бы портянки, намного теплее было бы. Они одеты, как бойцы из 41-го года. От имени именно такого бойца и написано это письмо, которое распечатали тиражом в тысячу экземпляров и раздали прохожим поисковики из наследия и из объединения костер. Орловские волонтеры Победы и сотрудники отдела поддержки молодежных инициатив областного управления молодежной политики. Акция проводится по инициативе благотворительного фонда Победа. Это компиляты статических фактов, изложенных от первого лица, суммированных в одно письмо, как будто бы идеально существовавшего бойца-защитника Ленинграда. А зачем оно? А чтобы горожане вспомнили, а быть может и узнали что-то про блокаду. Зимой 1941 года температура достигла рекордного показателя минус 32 градуса. К апрелю 1942 года выпало максимальное из-за истории города количество осадков. Высота сугробов достигала 52 сантиметров. Вот настоящий автор этого письма, которое кому-то как страничка из учебника. Нашу семью также затронули события блокады Ленинграда. Моя родная бабушка Домна Андреевна пережила блокаду, в 16 лет попав на торфоразработки, попала в самый яростный период самой блокады и в 1944 году только ушла по дороге жизни. В первую блокадную зиму горожане съели практически всех домашних животных, в том числе кошек. Это вызвало небывалый рост популяции крыс, которым оказался не страшен голод. После прорыва блокады власти провели спецоперацию. В Ярославской области было собрано 4 вагона дымчатых кошек, которых перебросили в осажденный город. Они начали беспощадную войну с крысами, отогнав их от продовольственных складов. Увидишь, как раздают такое. Беди. Это не рекламный буклет и не листовка. Сергей Быковский, Андрей Бодискин, телеканал Первый, областной.